здравствуйте друзья светлана зачитывает вопрос расскажите про бенефиты и когда них уместно говорить вы ранее отмечали что некоторые компании предоставляют сотрудникам которых они привозят по h1b номер в отеле автомобиль на месяц а перелет когда об этом уместно говорить могу ли я поднимать такой вопрос и не потеряли таким образом оффер что касается джей ван интерн или джей ван трени то все примерно так же наверно и как бы с местным рынком в снг прослушал я ваш курс оставил резюме резюме билдере и отправил его сопроводительными письмами в две компании у меня в городе в которых были вакансии вроде все согласно меню написал опыт правда у меня ваши проекты это то что я на некоммерческой основе репортил баги по приложениям которым один раз даже после моего репорта починили в форму через который можно смс отправлять от этого она лежала ночной мои резюме просматривали автоматически управляюсь об этом бирже и где вакансии размещены но мне не перезвонили а больше я брать не могу так указать компания в котором она размещена или тот с которым я проживаю могут не позвонить если у меня другой город ну я бы сказал так тут много вопросов но лошадь как бы стоит позади телеги понимаешь не в передней тележке лошадь а позади значит сначала начинается с поиска работы в соединенных штатах бенефиты причем бенефиты под бенефитами подразумевается оплата билета и я и что там еще гостиница на первое время там у него денег нету он даже в соседний город не может поехать у него денег нет а тут ему надо ехать в другую страну иначе там это не бенефиты но существенно то что в сша когда человек на работу принимается у него не индивидуальный как бы набор но бенефитов а стандарт и президент компании и дворник если на них там штате имеют один и тот же там скажем план медицинского страхования они могут выбирать там всякие общего просто побольше для этот поменьше но они работают вот как бы в рамках каких-то установленных правил и эти правила на всех то есть нельзя дискриминировать сотрудника бенефитами там и вот этими всеми делами если они в принципе всем оплачивают гостиницу первый месяц есть такие компании далеко не все но бывает или там оплачивают машину на месяц или там еще что то значит и вам тоже вам даже и говорить спрашивать об этом не нужно вам и так скажем но это если как бы человек такой более-менее серьезно подготовленный он всерьез ищет работу и тогда если мы говорим про рынок там в российской федерации я не знаю я знаю но поймете когда чекать вот я там резюме сделал я там сопроводительное письмо написал у меня уже начинают в этот момент скрести там кошки на душе я думаю что же он там написал в этом резюме насколько она грамотная насколько она приличная насколько она показывает класс человека он еще и сопроводительное письмо написал я думаю мама родная что же он там то написал и так неизвестно 10 человек могут написать 10 письм если им дать и из них окажется два письма были классные а остальные были такие что отталкивающие я не знаю всего две компании если в городе есть всего две компании я бы начал с того чтобы я найти концы в этих компаний я просто стал поискать людей там в контакте какие там у вас есть социальные сети в городе может быть форумы какие-то айтишные я я не знаю там вот скажем для тестеров есть там форум российский там софтвер тире тестик ну какой есть другого нет значит а там полно народу из разных мест соответственно вы может быть найдете кого-то кто там или сам работает или раньше работал или стоит кого-то кто работал ну бывайте вот это вот это называется этот портинг когда у тебя громадный рынок перед тобой и ты можешь ковровым бомбомбитанием это одна история но когда у тебя нет такого рынка и когда у тебя рынок точечный значит ты должен действовать точечно кстати поэтому я бы так к этому подошел то есть в принципе у вас есть что-то такое на продажу вы говорите я интересую я хочу в этой профессии я прошел курс я сделал какие-то проекты и так далее здорово хорошо но это такой заход не рыночный понимаете нет рынка для людей которые вот просто ниоткуда там как-то вот так то есть он есть там где много работы скажем в москве есть рынок для выпускников курсов потом я часто с ребятами там общаюсь и я закончил курсом при битуме там него раумана там как-то они называются им нас прямо с курсом куда-то забрали ну конечно это у нас так тоже просто работы много и кто-то добирается и до курсов то есть у вас всего две компании значит надо его так подбираться издалека в соединенных штатах есть такая относительно распространенная относительно известная тактика если вы сделаете поиск и день в гугле информационный интервью когда вы к человеку обращаетесь не на предмет найма там или чего-то а так вот информационный интервью вы можете пойти вместе покушать на лайк вот и задать его вопросы о компании профессии о том вот допустим чего послушаем он посмотрел ваше резюме сказал бы чего вам не хватает как его сделать лучше а какие вообще есть возможности чтобы кто-то вам в неформальной обстановке более-менее так вот без претензий на то что у нас должен нанять там или что-то то есть он как бы приоткрывает вам такой мир изнутри и в сша это в целом довольно принято ну то есть неудобно человеку отказать если ты понимаешь что он под тебя подкатывается с тем что под видом информационного интервью он на вид на самом деле чтобы его надели это никто не хочет на себя лишних обязательств брать но если человек 10 он приехал там из другого города всего там две компании в этом городе и вот он пытается понять как лучше как правильнее ищет какой-то нетворкинг такой да ну шикарно шикарно вот я бы так посоветовал в общем но в данном случае я считаю что есть некоторое нагромождение целей которым нужна какая-то иерархия понимаете то есть сначала начинается с того что вот как в америке поговорить о бенефитах а бенефитах говорят люди которые их вот-вот сейчас нанять могут если у тебя нет ощущения что я завтра нанимаю чё тебе сейчас про бенефит и на последнем месте там в конце вдруг выясняется как ему там получить стажировку там собственном городе и так далее у него даже денег нет на то чтобы в другой город поехать это уже совсем совсем другая история то есть не то и другое решается но на сказать чем ты сейчас занимаешься и в какой последовательности ты приближаешься к каким-то целям я понимаю что он может быть поработал бы у себя дома а еще бы лучше там на каком-то ассорсовом проекте и английский бы подтянул там еще что-то и следующий шаг у него были бы деньги уже в москве поработать а следующий шаг может быть он уже бы в америку попал но начинать надо с первого шага вот вот я не увидел вопросе вот этой приоритизации целей задач которые решают а так в общем все все возможно числе он